Итак, дорогие друзья, доброе утро всем, всем с добрым утром. И мы продолжаем изучать Мишли. Наконец-то, наконец-то уже закончилось это лето. Наконец закончилось лето. Вернулся Этан, мы опять возвращаемся к регулярным урокам. Вот Этан вернулся. Удобно все дать. Вы знаете, Тора требует ишуфдат, это называется. Ишуфдат спокойного, спокойного дата, чтобы спокойно было восприятие мира. Вчера, наконец-то, уже прошли 250 человек еще по углям. Поняли, что вообще, какие возможности есть у каждого из нас. И мы возвращаемся к спокойным регулярным урокам Торы. Михаил Музыковский, Таля Рафальская, Стелла Климник. Всем доброе утро. Вообще, учить Тору это самое вообще интересное, что может быть. То есть ты попадаешь сразу в рай. Ты как бы, изучая слова Торы, соединяешься с Богом, который сотворил мир. И Тора это как интеллект Бога, если так можно сказать. И когда мы изучаем Тору, представляете вообще, какой это кайф. Если есть, взять кофе, да, кофе. Царь Соломон. Мы сейчас общаемся с царем Соломона, мудрейший из людей. То есть он общался с Богом. Он был настолько близок к Богу, что ближе был только Машер Абейну, царь Давид, Авраам Абейну, Ицхака Абейну. Только были праотцы и единицы были на таком уровне близости с Богом. Он построил первый храм. И он это был мудрейший из людей. То есть это невероятно, да, какая у него была мудрость. И он, значит, написал, написал квинтэссенцию этой мудрости. Он записал. И мы можем сейчас изучать эту квинтэссенцию мудрости через Малбима. Это его звали, как звали Малбима? Не помнишь сокращение? Сейчас эритан посмотрит. Как звали Малбима? Это великий мудрец, который жил около 150 лет назад. И он знал всю Тору тоже. И он нам просто разъяснил, что имел в виду царь Соломон. И мы, значит, представляете, какой это кайф вообще, какое-то счастье. И все, что мы сейчас делаем, останется с нами навечно. И мало этого, когда мы изучаем Тору, то в этот момент мы себе создаем с Богом отношения. Мэр Лейбуш его звали. Мэр Лейбуш. Малбим это Мэр Лейбиш. Бен Ехей Михаил Рейс. Ну, в общем, у него длинная, тяжелая фамилия и имя. Малбим будем его сокращенно называть. Мэр Лейб. Мэр Лейб. Его Малбим. Мэр Лейб. Бэ М еще, да, сзади есть. Хорошо. Вот, Алекс, поделка. И мы еще одновременно себе зарабатываем божественное благословение на следующий год. Мэр Лейб Бен Ехей Михаил. Хорошо. Значит, мы сейчас 14 глава. Возвращаемся. Мы идем серьезно и системно. Сегодня мы должны закончить 14 главу. И это будет 108 урок уже. А, в принципе, у меня в планах всего 30 глав. 31 глава. И, сейчас я посмотрю, 30 или 31 глава. И за следующие 100 уроков, с Божьей помощью, я очень хочу закончить 31 глава. Я очень хочу закончить всю книгу Мишли. Чтобы мы в 200 уроков влезли в книгу Мишли полностью, чтобы закончить ее. И это уровень. Это реальный уровень. Все. Значит, сейчас мы находимся в 32-й... Сейчас, сейчас, сейчас. 32-й отрывок. Значит, 32-й отрывок. Он говорит так. Что... То есть, здесь опять же нам дается еще одна мысль. Что каждый раз, создавая зло, то злым своим и дахе это будет, значит, ну, будет ослаблен, будет... Дахе отодвинут будет злодей. То есть, злодей, значит, он... Что такое злодей? Человек создает зло. Да, он делает поступок. Что такое зло? Это то, что Бог назвал злом. Это грех. Нарушение одной, одного из запретов Бога, это чистое зло. Например, Бог запретил воровать. Кто-то украл, значит, он делает в этот момент зло. Бог запретил оскорблять, обижать. Кто-то кого-то оскорбил, обидел, он сделал зло. И это же зло, то есть, не Бог наказывает человека. Бог не наказывает, Бог добрый. Бог просто установил правила игры, при котором тот потенциал зла, который ты создаешь, он на тебя же возвращается. И написано, злом его же будет уничтожен злодей. Понятно, да? То есть, он включил потенциал зла. В эхосеб ему тот садик. И закрыт будет, покрываться будет праведностью, security. Даже в смерти его будет садик. То есть, садик, кто такой садик? Это тот, кто, наоборот, переворачивает зло. А Бог так, единственное, что он сделал, что он внутри человека посадил вот этот вот источник. То есть, есть то, что называется злом. У него есть как бы три лица. Первое лицо – это Ецарара. Зло и начало внутри человека. Так Бог устроил, что потенциальный источник зла все время включен внутри человека. Так Бог включил. Но он говорит, он еще Каинов сказал, Он говорит, на входе лежит грех. И к тебе его стремление. Он хочет этот грех, специально сделан. Это как тренажер такой внутри человека. К тебе его стремление, а ты можешь его победить. В этом и заключается как бы сущность вот этой вот игры. То есть, он создал человека, внутрь зарядил источник зла Ецараран. И говорит, все, он в тебе работает, а ты должен его победить. Какая тебе дана против него управа? Инструмент Тора. То есть, если он сильно пробуждается, тащи его в, кедуша не сказано, тащи его в Бэтмедраж, тащи его в Дом Учения. И Тора, то, что у тебя есть в интеллекте, оно в состоянии его победить. И когда ты его побеждаешь, ты поднимаешься на следующую ступеньку в своем развитии, ближе к Богу. То есть, понятно, да? Мало этого, когда ты побеждаешь грех, то в этот же момент вырабатывается, как будто бы ты сделал заповедь. То есть, у тебя есть награда. Или ты выполняешь действия, повелевающие то, что Бог сказал сделать. Или ты останавливаешься от греха, который ты мог бы сделать. И в любом случае, у тебя награда есть. Понятно. Теперь, значит, цадик, он в этой войне все время выигрывает. То есть, он все время в этой войне побеждает, 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 побеждает. У него накапливается огромный потенциал. И в момент, когда цадик приближается к смерти, в этот момент он, оп, и как бы проходит этот момент смерти вообще легко. Когда умирал Равыцкак Зильберзе, Храноцедик Левраха, то пришли его сыновья, там, дочери, пришли ему в больницу. Равбинсон, он почитал ему такая из книга, называется «Мавар Ябок». Это переход через речку Ябок, как, значит, когда Якова Вину, про отец Яков, когда он воевал с Исавом, и там эта речка называлась Ябок. То есть, это духовное пространство, и когда человек умирает, есть там у древней книги, там, как он через реку переплывает, у египтяне есть эти книги. Так, а у нас есть книга такая специальная, мало кто про нее знает, называется «Мавар Ябок». Переход через реку Ябок, когда ты уже умираешь. И Равбинсон прочитал эту книгу, Равбинсон со всеми попрощался, сказал о минимуме, было тяжело читать, и ушел в следующий мир. Это так умирают садики, да, это написано, что его праведность, она его покрывает. Еще вспоминаю историю, когда, например, был Рав Эльханан Вассерман, который вернулся к своей ешиве в Барановичи, когда нацисты захватили ешиву, и он со своими этими ребятами, которые учили эти ешивы, он им говорит, смотрите, ну да, сейчас наступили страшные времена, зло в мире побеждает, но мы сейчас как курбан, как жертва, значит, и мы должны быть чистыми, давайте вернемся к чуве, раскаемся и с радостью пойдем и, значит, отдадим свои души к Создателю. Он нас создал, он нас сюда опустил, и он нас сейчас к себе заберет. И он вместе с учениками пошли на смерти, абсолютно спокойные, радостные, счастливые. И это называется, что даже перед смертью будет покрыт своей праведностью царик. Да. Ну, а как бы, понимаете, люди боятся умирать, все боятся умирать, но когда человек, он знает, что он идет прямо к Богу, ему не страшно. Как рабе Атиева умирал, его, значит, рвут римляне на части, и ученики говорят, это Тора, это награда за Тору. А он говорит, парни, я всю жизнь об этом мечтал, что я смогу за Бога, служить Богу, беколь навшиха, всем своей душой, будь готовы отдать душу за Бога. Он говорит, я об этом всю жизнь мечтал. И его разрывают. Он говорит, шма, Исраэль, Ашем, Элокейну, Ашем, Эхад, Бог един. И джжжж, и ушла его душа вверх. Все. А тело, оно по-любому умирает. Тут как ни крути. Просто человек неверующий, нерелигиозный, он читает, я только тело, все. У него включен инстинкт, и вот этот же инстинкт, он его держит здесь. А человек верующий, он знает, о, у меня инстинкт, он меня держит здесь. Но я не инстинкт. Это как раз Ецарара, злое начало, а я, это моя душа. Теперь, интересно, я начал говорить, что у человека есть зло из трех лиц. Первое лицо зла, это Ецарара внутри. Это Ецарара внутри. Второе лицо этого же зла, как бы производное зла, это есть специальный ангел, которого зовут Сатан. Бог этого ангела специально создал, чтобы была в мире равновесие. То есть, есть много добрых ангелов, то есть, это те силы, которые Бог добрый, которые он направляет на мир. А есть ангел Сатан, который ответственный, чтобы, ну, в мире же не может быть хаоса, за злодеев, за то зло, которое они производят, то есть, чтобы было все организовано. Сатан это менеджер зла. И, интересно, в книге Йова рассказывается, как в Рошашана собираются все ангелы, собираются на небе, когда суд. Все должно быть справедливо, Бог честный. И, значит, и Сатан, ангел зла, тоже пришел туда. И, значит, Бог говорит Сатану, говорит, ну, что говорит Сатан? Посмотри, говорит, на Йова, праведника. Видишь вообще, какие люди на земле? Посмотри, какие есть цадики. И показывает ему на Йова. А Сатан этот, он ответственный за зло. И он тогда, у него, знаете, как сбор менеджеров. И у него тогда было, ну, не было злодеев нормальных. То есть, он как бы, то есть, ему поручили, чтобы он это организовывал. Но, как бы, люди побеждали в сторону добра. Он говорит, Сатан Богу говорит, а что он, зря, что ли, цадик? Он что, типа, просто так? Посмотри, какая у него жизнь. Самый богатый человек на Востоке. Сыновья, дочери, каждый день. Ну, там, то есть, он реально, он цадик, но у него какая жизнь царская? Бог говорит, хорошо, ладно, говорит, давай проверим. И дает Сатану разрешение, чтобы Сатан его начал, ну, делать ему плохую жизнь. А Сатан говорит, проверим, он будет ли в плохой ситуации служить. И, значит, у Йова были, ну, известная эта книга Йова, было много испытаний. Йов во всех испытаниях выстоял. Он говорит, значит, Бог, значит, ну, так, говорит, я не вижу за собой греха. Там интересно, кстати, из книги Йов учится, что момент рождения человека очень много значит. Потому что первое было предположение Йова, первое было предположение Йова, что на него пришли неприятности за то, за то, что он говорит, наверное, я не в тот день был, в плохой день я был зачат, или в плохой день я был рожден. То есть, вот эти, прям в книге Йов написано, что эти два момента имеют значение. Он говорит, я без греха, но, наверное, день, когда я был зачат, и день, когда я был рожден, это были плохие дни. Ну, а иначе он говорит, я не могу объяснить, за что на меня пришли все эти неприятности. Значит, второе лицо зла, первое лицо зла, это Ецарара внутри. Второе лицо зла, это Сатан снаружи. И третье лицо зла, это Малаха Мавет, ангел смерти. Ангел смерти, который, значит, в момент, когда человека надо убить, он приходит и забирает, ну, прерывает связь между его телом и его душой. Это три лица зла. Теперь давайте вернемся в Мишли. Мишли, почему я люблю Мишли, почему мы изучаем Мишли? Потому что Мишли, это то, что надо делать в этом мире. То есть, это чисто практичная такая штука. Все вот это мы знаем, как работает система, это из других книг. Мишли, это что надо делать в этом мире. И в 33-м отрывке нам говорится так. Блев навон тануа хохма. В сердце навон, сейчас мы узнаем, что такое навон, в сердце дословно сообразительном, логичном будет отдыхать божественная мудрость. Отдыхать тануа хохма. У бекеров кселим тиваде. А в середине кселим, кселим это грешников, тиваде, она тоже будет, будет она известна. Батемон дуларц. Ит мекс, ит селс кноу. Да, ну на русский перевод этот бечуется. Сейчас мы узнаем, что такое бечуется, как объясняет Малкбе. Дословно, по сути, как всегда, непонятен. Отрывок этот. В сердце логическом отдыхает хохма, хохма. А внутри грешников кселим, которые грешат из-за своих вожделений, она, тиваде, ну бечуется, переводят. Но она не бечуется, она как бы вот так вот кружится, да. Тиваде становится известной. Значит, смотрите. Мы знаем точно, что такое хохма. Хохма это божественная мудрость. То есть, Бог установил в нити закона аксиомы, что такое добро, что такое зло, и сообщил эти аксиомы через пророков. Это хохма. Что такое бина? Бина это свойство интеллекта, которое называется логика. То есть, когда человек, он может логически рассуждать, и когда он может делать выводы, делать переносы, соединять какие-то вещи, это, это, значит, это. То есть, когда он находится в логическом спокойном состоянии, тогда у него эта хохма внутри отдыхает. То есть, он может действовать по некой системе, которая изложена в божественных заповедях, аксиомах, потому что сама эта система, она так специально сделана, что она непонятная. И она это чисто такая интеллектуальная, рациональная система, которую Бог дал Тора заповедям. А почему и так? Потому что Бог сказал. Но когда ты логически рассуждаешь, ты тогда можешь, она спокойно внутри, ты можешь вспомнить, что надо делать, как надо делать и так далее. Теперь, но внутри ксилим. Кто такой ксиль? Ксиль это человек, у которого побеждают вожделения. То есть, он знает тоже про хохму, он знает правила. Но когда у человека победило вожделение, да, что такое победило вожделение? Побеждает его животная сущность. Например, сидит человек, значит, ему нельзя кушать сладкое, жареное и жирное. Сидит он, значит, спокойно такой, ну, хочется ему, ну, хочется, да. Но он рационально понимает, что это вредно. Ну, он смотрит на это, он как бы логично рассуждает, что это вредно ему. Потом, значит, он выпивает 50 грамм коньяка. У него сразу рушится у него вот эта вот защитная система логики. То есть, у него падает вот это вот рациональное мышление, оно отравляется алкоголем, падает. И он сразу, если нельзя, но хочется, то можно. Сожрал это все. Еще выпил 100 грамм коньяка, значит. А ну, что сейчас будем делать, значит. И, значит, видно по нему, что он ксиль. То есть, у него видно дурак-грешник, и оно у него прямо видно. И даже у него эта хохма, она остается внутри головы, знание аксиом остается, но оно у него перекручивается вот так вот, и оно уже им не управляет никак. То есть, это ксиль. Ксиль это грешник, который грешит по вожделению. И последний отрывок в четыр... А, два отрывка нам осталось. Три-четвертый. Цдака терумем гой вэхэсет леумим хатат. Очень сложный отрывок для понимания. Мы переходим сейчас на общественный. То есть, это у нас была личная психология, сейчас общественная психология. Значит, цдака терумем гой. Есть три определения народа. В Торе есть три названия для народов. Первое название гой. Гой переводится слово народ, но точнее переводят на русский язык, это племя. То есть, это сборище людей одного рода, но у которых нет ни царя, ни веры никакой. То есть, это племя такое. Это гой переводится. Племя. Общность по генетическому признаку только по генетическому признаку. Есть определение в Торе, называется Ам. Народ Ам. Ам это объединение людей тоже по генетическому признаку, но у которых есть цари, которые над ними властвуют, которые их заставляют выполнять какие-то законы. Это Ам называется в Торе. Есть третье название лиум. Лиум это общность людей, у которых есть один дат, одна вера. Например, коммунисты, например, там, мусульмане, да, то есть, это не племенная общность. Американцы. Вот лиум, самое яркое определение, это американский народ. Что такое американский народ? Это народ, объединенный, американская конституция, вера там в права человека, ну и так далее, да. Это лиум. Теперь, значит, здесь, как написано в 34-м отрывке, цдака, терумам, гои. То есть, если есть вот этот вот народ, ну, племя, но в котором есть понятие цдака, милосердия, где они добрые друг другу, где они помогают друг другу, где у них есть какая-то, ну вот, есть какие-то там племена, например, в Африте, да, они там вычесывают друг друга, что-то они делают, да, что-то они делают друг другу приятно, да. Это поднимает их на уровень, на небе у каждого есть народность, у каждого племя есть свой ангел, своя связь, рода свои и так далее. Если есть у них цдака, кстати, интересно так, когда у нас есть одни родственники, ну далекие родственники, они татары. И у них мы как-то приехали к ним в гости, и они дают, вот так дают протягивая денежку и говорят, это вам цдака. Мы такие, какая цдака? Ну то есть это цдака, это у евреев, цдака это деньги, цдака, милосердие, и тут вдруг нам дают для наших детей цдака. А я говорю в смысле? А у них оказывается есть обыча, у них цдака это как подарок, тоже слово похожее на цдака, то есть они друг другу дают подарки, называя это цдака. И это как бы подарок, передайте детям, ну и так далее. То есть это вот как раз об этом здесь говорится, что любое племя, если у них есть доброе отношение друг к другу, оно поднимается на уровнях духовности, ну на небесных уровнях. Теперь и в обратную сторону, когда были с дома Амора, у которых было принято не давать, не приглашать гостей, не пускать гостей и так далее, то у них Бог их разрушил. То есть у них когда количество грехов наполнилось уже много, уничтожил Бог их. И недавно тоже обращал внимание, что Казахстан, например, вот приезжают казахи на тренинг к нам, да, или мы в Казахстан, они дико гостеприимны, то есть они не просто подарки, значит у них есть специальный шоколад, который они дарят не казахам. То есть все, кто едут из Казахстана, они привозят шоколад. Мне вчера, и так подходит какая-нибудь женщина, дайте вам шоколадку казахстанскую, типа подполните свои запасы, да, значит и дарят они еще плетку. У них есть обычай для женатых мужчин дарить плетку, чтобы это самое, у меня уже три или четыре плетки есть дома. Так что если кто будет из Казахстана ехать, больше не дарите. Хорошо, у меня кто-то с плетками, у меня набор полный. Так вот, значит, и Казахстан, давайте посмотрим, к чему это приводит, все эти подарки, шоколады и так далее. Казахстан, 18 миллионов населения, седьмая по площади страна в мире и пятая по природным ресурсам, по богатствам. То есть гостеприимство и доброта поднимает племя, да, поднимает народность и у них есть богатство, защита с неба и все такое. Теперь дальше. Вэхэсэд леумим хатат. Значит, хэсэд леумим, а милосердие вот этих вот общностей леумим хатат. Почему, как так можно сказать, что милосердие леум, это уже организованная общность, там, американский народ. Это грех. Вот туда интересная вещь. Смотрите, возьмем мы американский народ. Все вроде отлично, американский народ, конституция, свобода, все. Но что они называют милосердием? Почему не может два мужчины жениться вместе? Ну почему, спрашивает американский добрый, там, избиратель какой-нибудь, ну, сенатор и так далее. Ну почему они не могут жениться? Что за несправедливость такая? Давайте сделаем милосердие. Мы же должны быть добрыми. Давай разрешим, значит, это. Давай и они во всех штатах закона узаканивают это все. То есть то, что они называют хэсэдом, милосердием, если это не идет по торе, это грех. То есть то, что человеку кажется, что это добро, это не факт, что это добро. Это может оказаться прямо настоящим злом, потому что есть единая система добра и зла, это кто установил? Бог установил. Поэтому, когда лиум, это то, что выдуманная идеология, когда они что-то объявляют хэсэдом, это грех. Потому что уже установлено, что такое милосердие, что такое добро, что такое зло. Бог установил, хозяин мира. Очень сложный без объяснения этот отрывок, его невозможно понять практически. И последнее, давайте, чтобы закончить 14 главу. Значит, здесь нам говорится конкретно уже пожелание, всем нам, чтобы мы как раз передрожжены, хорошее пожелание, что желание царя, то есть Бог хочет, да, рацион мелых, имеется в виду мелых, это царь царей, желание царя, царей Бога, для работника умного. Значит, кто такой работник умный? Это человек, который говорит, я собираюсь делать работу Бога, да, работу Бога, учить Тору, выполнять заповеди. И я, мастиль это сообразительный, тот, который изучает, тот, который хочет делать. Это, он знать должен, что Бог хочет этих людей, он хочет, чтобы у них было все хорошо. Главное, чтобы ты сам хотел быть ближе к Богу, и сейчас передрожжешь она. Мы должны конкретно свое направление, свое желание направить в сторону Бога, распространение Тора, выполнение заповедей. И тогда мы должны знать точно, что вот таких людей Бог хочет, и в евро то и гнев его, на кого? На того, кто его позорит. Тие мы виш. Значит, те, кто его позорят, что значит позорят Бога? На каждом человеке, на каждом человеке есть образ Бога. И надо понимать, что тот, кто позорит другого человека, он в лице другого человека позорит Бога. И нельзя ни в коем случае относиться позорить других людей, на каждом есть вот этот вот образ Бога. И в первую очередь в Рошашана Бог смотрит, как мы относимся друг к другу. Поэтому люди должны друг к другу относиться с уважением, спокойно, не... То есть есть система, система установил Бог, хохма. Есть сообразительность, ты должен в этой системе ориентироваться, разбираться. Как только ты отпускаешь себя на эмоции, на ецерара, на вот эту всю животную, всю историю, все, значит, ты в любом случае сталкиваешься с таким же человеком, который подобно притягивает, подобно конфликты, зло, все, потом Рошашана, Бог смотрит, говорит, что же ты такой вообще человек. А на другого, который такой радостный, хочет служить Богу, он говорит, ну ты молодец, раб. Раб, значит, ты раб Божий, мастиль, интеллектуал. Молодец, значит, давай учишь Тору, вот тебе хорошие условия, хорошее здоровье, хорошая зарплата, хорошая семья. Давай, значит, молодец, я тебя хочу, говорит Бог. Все. Удачи, успехов, всем хорошего года, запишитесь в книге жизни, во все хорошие книги. Сделайте, пожалуйста, три вывода и поделитесь этим уроком с людьми, пусть они тоже знают о том, что надо служить Богу, это важно. Все, друзья, удачи, успехов и обязательно сделайте три своих вывода. Все, три вывода о том, что вы сегодня поняли за вот эти 20 минут. Все, удачи, успехов, пока.